29 декабря в Японии пройдет турнир американской лиги Беллатор. Хедлайнерами выступят звезды погибшей самурайской смертью организации Pride Федор Емельяненко и Квинтон Джексон. Сегодня мы подробнее поговорим про бой, который состоится хоть и в том месте, но не в то время. С вами Infight. Емельяненко и Джексон могли встретиться еще год назад, когда были участниками гран-при тяжеловесов и находились в одной части сетки. Джексон не прошел первый круг, а Федор разгромно проиграл в финале Райану Бейдеру. В прошлом десятилетии оба были звездами лучшей на тот момент Лиги мира японского Pride, где делали лучшие шоу и проводили самые зрелищные на тот момент бои. Джексон был одним из сильнейших получажей. Федор лицом организации, ее императором и лучшим бойцом Pride вне зависимости от веса, непобежденным и одновременно непобедимым. Однако времена меняются. После самоуничтожения Pride прошло 12 лет. Федору сегодня 43 года, Рэмпейджу 41. Оба давно прошли свой пик, перестали выступать на самом высоком уровне и в последних пяти боях имеют по три победы и два поражения. Для японских болельщиков Федор Джексон все равно культовый бой. Для бойцов своего рода флэшбэк, попытка вернуться в прошлое и доказать прежде всего самому себе, что повернуть время вспять возможно. Пусть даже машина времени существует только в фантастических фильмах. Но мы это сегодня сделаем. Квинтон Джексон по прозвищу Рэмпейдж, что можно перевести как «буйный». Квинтон большой, сильный, веселый и добрый. Несмотря на все попытки Джексона иногда казаться плохим парнем, перейти на сторону зла американцу не суждено. Раньше в свободное от боевремя Рэмпейдж снимался в кино, сейчас свободный от съемок делится. В отличие от многих других бойцов, задача которых просто появиться в кадре и сказать пару бессмысленных фраз, Рэмпади иногда перепадают даже топовые роли в известных фильмах. По своему типажу Джексон эдакий свой парень из соседнего района, который будет горбить, шутить, гулять и драться. А драться у Джексона всегда получалось. Фрайди Рэмпейдж сотворил возможно лучший нокаут в истории единоборств и чуть не отправил бразильца Рикардо Арону в подземелье. В рестлинге подобное можно увидеть на каждом шоу, здесь же получилось в реальном бою. Бразильские штучки от Рикардо Ароны, практически закрытый треугольник и богатырский ответ Квинтона Джексона. Для поддержания популярности Джексону не нужно было всегда побеждать. Американцы всегда прощали поражение. Рэмпейдж в ММА не для титулов, а для ярких боев. Рэмпага дрался во всех трех крупнейших мировых промоушенах. Был звездой Прайда, стал чемпионом UFC, провел два боя в К1, где дважды бил крепкого кикбоксера Серила Абиди. В начале карьеры Джексон был физушным борцом с ударом. После знакомства с Хлонитой и Барой, перехода в UFC, борцом быть перестал и превратился больше в боксера. В свое величие Джексон заработал не титулами, а большими боями и противостояниями, многие из которых вошли в золотую коллекцию ММА. Рэмпейдж никогда не выбирался без соперников и практически всегда ходил опасными тропами. Соперники топовые, бои часто кровавые. Успехи переменные. Джексон в Прайде побеждал Игоря Вовчанчина, срубил Кевина Рендельмана, без вопросов прошел легенду UFC Чака Лидела. От него пострадали Михаил Илюхин и Мурило Руа. Проиграл Джексон дважды в Андерлею Сильве, Маурисио Руа, Казуша Сакураби и дисквалификации за удар в пахта Джиро Масуи в самом начале боя. Итого 12 побед и 4,5 поражения. После ухода из Прайде стиль Джексона изменился. Агрессивный рэмпейдж стал расчетлив и из борца превратился в ударника. Свою самую громкую победу американец одержал в мае 2007 года, когда повторно встретился и нокаутировал Чака Лидела. Джексон завладел поясом, один раз его отстоял и проиграл Форресту Гриффину. Ну а дальше победы сменялись поражениями. Одно неизменное. Квиндон остался верен себе, не выбирал соперников, дрался с лучшими и плевать хотел на то, кто стоит напротив. Молодой и голодный Джон Джонс или ветеран Мэтт Хэмилл. Дерусь, потому что я дерусь. Только в отличие от сказавшего этому шкетера Портоса, дрался не шпагами, а голыми кулаками. Федор Емельяненко тоже большой, тоже сильный и тоже добрый. Как и Джексон представлял светлую сторону, до сих пор многие даже современные бойцы называют Федора сильнейшим тяжеловесом когда-либо дравшегося в ммэй. Даже Хабиб Нурмагомедов признает Федора более великим и значимым для российского ммэй бойцом. Японцы прозвали Федора последним императором, так как Емельяненко в Прайде не проиграл ни разу. Дважды бил Нагейру, побил Крокопа, Марка Ханта, как птица Феникс восстал и выиграл у Казаюки Фуджиты после стоячего нокдауна и Кевина Рендельмана после чудовищного слэма. После закрытия организации команда Федора долго вела переговоры с UFC, требовала уже вошедшего во все ммэй ко-промоушен, то есть совместное проведение турниров. Но после долгих переговоров стороны рук не пожали. Емельяненко отправился своей дорогой и сначала эта дорога была ровной. Побежден Мэтт Лидланд, корейский великан Хонт Мэн Чой и два бывших чемпиона UFC. Тим Сильвия, который продержался меньше минуты и Андрей Орловский, который простоял меньше раунда. Только вот после Орловского многие заговорили о некоторой деградации Федора. Емельяненко стал хуже бороться, пропала мощь, стала пропадать агрессия, а вместе с Федором на бои летали целые самолеты из мутных личностей, каждый из которых называл его другом. После первых поражений все друзья куда-то делись. Самолеты с новоявленными братьями летать перестали. И у тренеров записали физруки. Александр Емельяненко окрестил Александром Мечкова засекателем времени, а Владимира Воронова махателем полотенца. Снова садимся на машину времени. На дворе 2020 год. Федору Емельяненко 43 года, Квинтону Джексону 41. Оба перестали бороться. Рэмпейдж в последних боях замедлился, практически перестал атаковать. А Емельяненко защищаться и держать удар. Джексон сегодня больше киноактер, а Емельяненко функционер Союза ММА России. Последним боям Федор готовился в маленьком голландском городке с тренером по кикбоксингу. В углу у него, помимо Питера Тайса, Эдгар Запашный и Павел Деревянко. Предскажи, такую реальность дети 15 лет назад могли бы и морду набить. Теперь о шансах. Букмекеры видят явным фаворитом Емельяненко. Федор досрочно победил Чайло Сонина, которому Джексон проиграл по очкам. В последних трех боях Федор выиграл дважды, Квинтон дважды проиграл. При этом в самом последнем бою Емельяненко упал после первого попадания Райана Бейдера. А Джексон свой последний бой выиграл в валидольном бою у своего старого врага и соперника Вандерлея Сильве. В борьбе некоторое преимущество у Емельяненко. Американец потерял не только скорость, но и устойчивость. У РМП же лишний вес. В последних поединках полутяжеловес Джексон весил больше, чем тяжеловес Емельяненко. Россиянин быстрее двигается, речи бьет и лучше переводит. При этом Федор сейчас значительно хуже держит удары, презрительно относится к защите, давая по себе попадать даже самые простые удары. И в стойке, и на земле. Джексон регулярно проходит трехраундовую дистанцию. Федор выигрывает и проигрывает исключительно в первом раунде. Выносливость Федора – это загадка. Последний Император выходит драться, бьет, бросает и все еще представляет опасность стойки. Квинтон Джексон не так опасен в атаке, при этом прочнее, неплохо защищается и, скорее всего, лучше дышит. Фаворита в этом бою нет. Букмекерские котировки не отражают реальность. Что можно предугадать, так это скоро и досрочное завершение боя. Затягивать поединок Емельяненко не будет. Как попасть, так и пропустить вполне может. В общем, болеем за Федора. При любом исходе желаем удачи Квинтону Джексону, одному из немногих представителей добра в ММА, который никогда не переходил на темную сторону. Всегда был, а не казался. Надеюсь, вам понравился обзор. Если да, жмем лайв, подписываемся, ждем обновлений и пишем в комментариях, какую тему было бы интересно обсудить на новогодних праздниках. С вами Инфайт.